Итоговую оперативку провели глава Щелковского муниципального района Надежда Суровцева и первый заместитель руководителя администрации Ирина Иванова. Обширной оказалась предновогодняя церемония награждения. В зале чествовали лауреатов ежегодной премии губернатора нашей Подмосковья. В этом году район занял пятое место по количеству поданных заявок. 1114 активных и неравнодушных жителей стали соискателями премии. В итоге завоевали 12 вторых и 35 третьих мест. Я хочу пожелать всем лауреатам премии, удачи, новых проектов, идей, успешной реализации этих проектов. И конечно я желаю, чтобы наши вот эти проекты множились и в следующем году у нас их было еще больше. Награды и грамоты также получили работники здравоохранения, спорта, разработчики муниципального сайта Щелковского района, признанного лучшим в Московской области. А далее на совещании говорили о работе, которая была проделана в уходящем году органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями. В феврале администрация Щелковского района взяла на себя полномочия исполнительной власти городского поселения Щелково. Прошли выборы главы города и совета депутатов. Преодолев трудности переходного периода, районные власти заработали слаженно и эффективно. Была достаточно большая работа проделана кадровыми службами, экономическим блоком. Но сейчас в результате всех мероприятий у нас работает единая слаженная администрация. И от жителей Щелковского района и городского поселения Щелково мы получаем благодарность за то, что теперь они знают, что наконец-то кончилась борьба. И все мы работаем в единой команде. Об итогах работы в 2015 году по основным направлениям деятельности отчитались заместители руководителя администрации и руководители ряда структурных подразделений. Практически все плановые показатели по отраслям района удалось выполнить. Огромная работа проведена в социальной сфере. Открыты две новые школы, детский сад в микрорайоне Лукино-Варина. Выполнен указ президента по ликвидации очереди в садик для детей 3-7 лет. На сегодняшний день она нулевая. Открываются два физкультурно-оздоровительных комплекса в Щелкове. 19 молодых семей детей-сирот получили квартиры в новостройках. 98% многодетных семей по указу президента обеспечены земельными участками. По итогам за 2015 год Щелковский муниципальный район в социальной сфере вошел в число 10 лучших муниципальных образований в Московской области. Открыта вторая очередь Чкаловского путепровода. К 90-летию Щелкова реконструирована площадь Ленина. Благоустроено 77 дворовых территорий. Создана единая система вызова всех экстренных служб по номеру 112. По итогам смотра конкурса она заняла четвертое место в регионе. За счет средств областного бюджета завершается капитальный ремонт изношенного на 90% межрайонного коллектора Королев-Щелково. И было озвучено еще немало хороших результатов. А принятые в районе и поселениях бюджеты на 2016 год свидетельствуют о том, что район будет не только функционировать, но и развиваться. Хотя это, конечно, не повод успокаиваться. Вместе с тем, конечно же, тревогу у нас вызывают тенденции в экономике. Это заставляет нас более плотно работать с представителями бизнеса, с нашими предприятиями, с инвесторами. Деятельность которых направлена на создание новых рабочих мест. Развитие и модернизация производства – вот в чем наша главная цель. Она следующая была привлечения новых инвестиций, создания новых предприятий. В числе задач на 2016 год – сдача начатых и строительство новых социальных объектов, проектирование моста через Клязьму со строительством и сдачей его в 2017 году, увеличение поддержки малого и среднего бизнеса, расселение ветхого жилого фонда. Также на священии было отмечено, что под кураторством Министерства культуры начнутся реставрационные работы в усадьбе Гребнево. Подводя итоги года, первый замруководителя администрации Ирина Иванова отметила, взят хороший темп, задача его не снижать, чтобы поставленные перед собой властями района задачи были выполнены. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».